Всем привет! Хочу сегодня забубенить полуавтоматический полив теплицы с помощью 20 трубы ПНД и вот таких распылителей, рассекателей, которые заказал в Алиэкспресс. Вот здесь буду проделывать отверстия, втыкать их сюда и с их помощью будет производиться полив помидор непосредственно под корень. Распылители эти регулируются, вот крутится там больше-меньше, можно фонтанчик сделать, можно просто капельный полив. Это уже по ходу дела буду регулировать и смотреть как получится. Вот у меня стоит еврокуб, а вот теплица. И планирую от еврокуба до теплицы протянуть вот эту ПНД трубу, чтобы она самотеком текла по трубе и капала под корни помидором. Расстояние между еврокубой и теплицей примерно 10 метров. Длина теплицы 6 метров. Ширина 3 метра. Сейчас протянул трубу ПНД 20-ю от еврокуба. Там у меня тройник стоит. Вот этот сам тройник от еврокуба. Вот идет этот кран. Переход угловой с резьбой на кран. И дальше 20-я труба ПНД. Я вот этот кран буду открывать и самотеком водичка потечет в теплицу. Трубу ПНД разложил на солнышке, чтобы она нагрелась и стала помягче. Чтобы удобнее было монтировать и затаскивать ее в теплицу. Вот здесь проделываю в поликарбонате отверстие, перышко. Сюда будем загонять. И сюда загоню трубу. Перо 16-е, труба 20-е. Ну, поликарбонат он раздалбывается весь, пролезет нормально. Ну вот трубу засовываем через поликарбонат на теплицу. Все расстояние от еврокуба до теплицы, там где были повороты, загибы, нигде уголки не использовали. Просто загибал трубу, чтобы избежать дополнительных соединений. Ну так, шланг проложил. Теплица выглядит вообще вот так внутри. Гряда такая, п-образная. Вот гряда, потом там по торцу и сюда идет. Вот по одной гряде проложил трубу. Примерно так выровнял ее. Более-менее. Вот она доходит до торца теплицы. Здесь сейчас я ее обрезаю, ставлю уголок и продолжаю уже по торцу теплицы. Здесь еще уголок и дальше по гряде. Монтируется это все очень легко, если кто не знает. Вот и все. Очень простой монтаж. Никого не пытаюсь учить, никаких умников, разумников. Просто показываю, как это все делаю я. В общем, получается вот такая песня. Идет по одной грядке прямая труба. Здесь уголок. Поворот на торец. Это кирпичиком я придавил ее, потому что она еще полностью не выпрямилась. Полежит под кирпичиком, распрямится, будет нормально. Поворот по торцу теплицы. Здесь снова уголок. Кирпичиком тоже придавил. И пошла дальше. Завершение трубы. Здесь в самом конце труба оканчивается. Установлен. Можно установить заглушку. Ну, заглушить как-то трубу. Я установил кран. Кран с переходом на ПНД. Ну, кран на тот случай, если что-то там забьется, соберется грязь. И нужно будет промыть его. Теперь, в принципе, осталось только установить распылитель китайский с Алиэкспресса. Устанавливаются распылители эти достаточно легко. Проделываем отверстие шилом. Ну, шилом или чем-то острым, что есть под рукой. И далее в это отверстие вставляем распылитель. Если ничего подходящего под рукой не оказалось, сверлим отверстие шуруповертом, сверлом. И втыкаем туда наш распылитель. Установку распылителя начинаю с конца трубы. Первый вставляю с конца и попробую, вообще, доходит ли у нас сюда давление. Как это будет выглядеть. Так, воду открыл. Сначала здесь воздух травит. Будем ждать, когда дойдет вода. Ну, вот, воздух стравил, и пошла водичка. Теперь будем последовательно напротив каждого кустика втыкать вот такие вот распылители. Самый первый будем регулировать. Если здесь вода будет прекращать течь, не будет капать, а с первого, с самого, с начального по ходу движения будет течь, тот будем убавлять, чтобы давление здесь побольше создавалось. Ну, вот, дырок насверлил. Примерно вот так все это выглядит. Давления вполне хватает, идет самотеком. Но полив, я, как уже сказал, не автоматически, а полуавтоматически. Нужно подходить и открывать кран на еврокубе, чтобы осуществлялся полив. Но все же это лучше, чем бегать с лейкой. И еще одна проблемка, я не знаю, но это, наверное, можно решить. Вот распылитель вот этот, отверстие, в которое я просверлил и его вставил, отверстие больше, и из-под него сифонит вода. То есть, как бы, не только вот эти вот фонтанчики идут, и из-под самого рассекателя, там, где отверстие, из-под него тоже сифонит вода. Для того, чтобы не сифонила вода, так думаю, надо вот на это место наматывать функу. Ну, или что-то типа того. Сам вот этот клин заострения вот это вот шире, чем вот эта трубка. Она проскакивает туда, и получается, что отсюда начинает сифонить вода. Вот таким образом подматываю функой, иначе вода отсюда сочится. Ну, в общем, вот такая песня примерно получилась. Вот этот фонтанчик регулируется. Его можно покрутить, будет поменьше, побольше фонтанчик. Вот как-то так. Впоследствии, в принципе, наверное, можно и отказаться от этой, вот от этой приблуды, и вставить капельный полив под корневой, который идёт вот здесь на шлангах, с такой трубочкой втыкается непосредственно под корень помидорного куста. Вот, в принципе, и всё. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, задавайте вопросы. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok